Так, еще что? Так что, сестра Валентина, можете просто не участвовать в этом и все. Ну, или молиться о тех, которые верующие, православные христиане, если вы на таком молебне оказались, допустим. Понятно. Спаси Христос. Идем дальше. 55-56 стихи. 26 главы. В тот час сказал Иисус народу, как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков, тогда все ученики, оставив его, бежали толкованием. Показывает им безумное их предприятие, то, что взять его зависело не от их усилия. Когда я был с вами в храме, говорит он, вы хотели взять меня, но так как я не попускал, то вы не могли удержать меня. Но теперь пришло время, и Господа берут по его именно воле, Бога всемогущему. 57-58 стихи. А взявшие Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец толкования. Прочие ученики разбежались, а Петр при более горячем усердии к учителю, и издали шел за ним. Хотя Иоанн шел же за ним, но не как ученик, а как знакомый архиерея. 59-60 стихи. 26 главы. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион, искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти. И не находили, хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля. Толкование. Отводят Иисуса к Каиафе, так как он был архиереем в том году. Пробыли там целую ночь и прочие, не евши Пасхи, но дожидаясь, чтобы убить Господа. Хотя и приступали закон тем, что не ели Пасхи. Тогда как Господь ел Пасху в законенное время. Они пренебрегли законом, чтобы только убить Господа. Вопросы? 61-61 по 64 стихии. И сказали, он говорил, могу разрушить храм Божий, в три дня создать его. И встав первосвященник, сказал ему, что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют? Иисус молчал. И первосвященник сказал ему, заклиная тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий? Иисус говорит ему, ты сказал, даже скажу вам отныне, вузрите Сына Человеческого, сидящего весну и силы, и грядущего на облаках небесных. Толкование. Поистине это были лжесвидетели. Ибо Христос не говорил, могу разорить. Но разрушьте. Не сказал при том Церковь Божия, но храм сей. То есть тело мое опять не говорил Сазижду, но воздвигнул. И так явно, что это лжесвидетели, приписывавшие Иисусу то, чего он не говорил. Постему Христос, видя беззаконный суд их, молчал. Ибо тех, для коих неубедительны были знамения, как могли убедить оправдание. Но архиерей желая вовлечь его в богохульство, продолжает спрашивать льстила, дабы осудить его, как богохульника. Если он скажет, я сын Божий, или же иметь его свидетелем против себя самого, если он отречется от того, вот с облаками небесными шел бы, шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. Книга пророка Даниила 7.13 Так как обвинители считали его прелестником, принявшим на себя смиренный образ, то Господь говорит им, увидите меня тогда грядущим с силою и сидящим вместе с отцом. Силу называют здесь силу отца, грядущим не от земли, а с небес. Продолжаем дальше. 65-го по 66-й стихи. Тогда первосвященник разодрал одежду свою и сказал, он богохульствует, на что еще нам свидетелей? Вот теперь мы слышали богохульство его, как вам кажется? Они же сказали в ответ, повинен смерти. Толкование. У иудеев было обычае раздирать одежду, когда случилось что-либо невыносимое. Случалось что-либо невыносимое. Так и Каиафа, как будто бы по причине богохульства, делал это в обольщение народа, чтобы показать, что Христос произнес страшное богохульство, и этим заставить народ провозгласить его повинным смерти. Впрочем, надо было знать, что Каиафина, раздрание одежды, было знаком раздрания ветхозаветного архиерейства. Ну, то есть, как вот я понимаю, раздрание ветхозаветного архиерейства, то есть, оно устраняется, заканчивается, ветхозаветное архиерейство. Потому что было все до своего времени. Ветхий Завет, или закон Моисеев, точнее, был где-то водителем ко Христу. Это были тени, так сказать. А истинно во Христе... И так я понимаю правильно, что раздрание ветхозаветного архиерейства, то есть, заканчивается, устраняется. Так, еще какие вопросы есть? 67-68 стихи. Тогда плевали мы в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили, «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Полкование. Когда осудили его, тогда начали оказывать ему всякого рода озлобление и ругались над ним. Закрывая лицо его одеждой, как говорит другой евангелист. Евангелие от Марка, 14-65. По эрику он признаваем был за пророка, но поэтому враги так и ругаются над ним. Слова заушали его, значит, ударяли руками, спрегнутыми пальцами, или проще, били кулаками. Ну, все эти события вспоминаются на Страстной неделе перед Пасхой, когда читается Евангелие, то есть страдания, смерть Господа Иисуса Христа. Нам Церковь Матери напоминает об этом. Так, с 69 по 75 стихи. Петр же сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала, «И ты был с Иисусом Галилеянином». Но он отрекся перед всеми, сказав, «Не знаешь, что ты говоришь?» Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там, «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся, склятывая, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру, «Точно и ты из них, ибо речь твоя обличает тебя». Когда он начал клятся и божиться, что не знает сего человека, и вдруг запел петух, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько толкование. Одержимый чрезмерным страхом, Петр забыл о своих обещаниях учителю и покорился человеческой немощи, и как бы умерший от страха, и не знает, что говорить. Пока он находился во дворе ослепленного ума, то не плакал, потому что не имел чувства. Но как скоро вышел из него, то пришел чувство. 26-я глава закончена. Вопросы? Пожалуйста. Игнат Тихонович, по поводу раздрания ветхозаветного архиерейства. Правильно я объясню? Раздрания завесы. То есть, все ветхозаветное закончилось, жертвоприношение и прочее. А когда он на себе одежду разрывает, это показывает абсолютную достоверность и запечатление богохульства, по их разумению. Я вот что хотел сказать. Сергей Павлович ведет занятие, и вы, вы идете рядом с ним. Вот вы сейчас будете проходить то, что он впереди проходил. Он идет Марка, а вы Матфея. То есть, два раза повторяется. А почему вам бы не взять сейчас второй том, допустим, ты объяви, там противосектантское. У людей-то опыта нету. Как отвечать еретикам? Все вопросы там, иконопосчитание, священство, церковь. Второй том открытым окон. У тебя все есть, тем более это на нашем сайте. А Сергей пускай по порядку идет. Он пока идет Марка. Ну, тут же проходили. Ну да. Ну, мы уже на одном из занятий обсуждали этот вопрос, как нам дальше быть. И пришли к общему мнению, что деяния начать рассматривать. Так он идет за следом. Занятия-то идут независимо друг от друга. Он на деянии уже проходил, и теперь к деяниям опять подойдет. И три. То есть, трижды. И один раз идет у нас на занятиях в общине. Четырежды мы повторяем одно и то же. Мы должны обхватить другие материалы, которые людям совсем не знакомы. А потом очень легко взять по третьему тому открытым оком пособие по Евангелию от Марка, чтобы все участвовали. Необходимость всем дать слово. Там так поставлено. Как образуется община. А потом один ведет именно так, а тут пускай дальше идет. Четвертый том взять. Как с какой группой людей беседовать? Где-то на 24 группы разбиваются люди. Первый, неверующий, атеист. Как им отвечать? Речь идет о том, какое местописание взять, что Бог говорит. У нас очень высокая планка. Вторая группа людей, не признающая, что Библия – это откровение Божие. Как с ними разговаривать? Какие местописания? И так дальше со всеми. Вот я рассказываю, какая программа есть. А Сергей так по порядку, раз он уже идет, пускай идет. Деяния апостолов у него будут недалеко уже. Вот у вас тогда это больше охват будет. Ну, понятно. Евангелие от Иоанна недавно проходил, Сергей, насколько я помню. Поэтому, наверное, после Евангелия от Марка, от Лукина, деяния сразу он перейдет, да? Нет. Я думаю, что половина или больше забыто. Надо, чтобы человек один там шел, потому что тема очень огромная, три тома. А одному взяться вот то, что я говорю. Второй, третий, четвертый том. Из них вот эти материалы. Значит, нам вы советуете противосектантские взять? Конечно. Это первое. Первое. Вот это закончится, эта тема противосектантская. Уметь защищать православную веру по всем параметрам. А дальше уже третье пройти, чтобы люди знали, как образуется община. Община-то нету, есть приходы. Пришел, ушел. Основание положено уже. И четвертое. С какой группой людей как беседовать? С любым человеком, чтобы ты начал говорить, у тебя уже стройная система была. Ты точно знал, что надо открывать место Писания, привязывать к Библии. Сегодня священники вообще Библию в руки как будто не берут. Я сегодня слушал одного, вон, сейчас 40 говорил. Говорит, все знает. И про Маяковского, и про Есенина. Абсолютно все. А к Библии никак не связано. Народ сидят, видно, атеисты, безбожники разные. И нужды нет никакой даже. Они привыкли. Говорят о торговле. Он начинает говорить, ну вот о Ветхозавет было, а у нас другое продают. На уровне пятилетнего ребенка объяснения даются. Лукавые, хитрые. Торговлю выбросил Господь. Мы считаем, вот возьми у меня материал один, написано, торговля и храм несовместимы. Там указывается не Ветхозаветние, а Новозаветние, канонические правила соборов, запрещающие торговать даже в ограде. Даже в ограде церковной. А он как будто не слышал. Все построено на том, что народ тупой, как они отвечают, и ничего не знают, как Ян Экономцев сказал. Архимандрит. Вот это у вас программа будет очень цельная. И люди будут понимать, как поступать. Семинарий это не преподает. У них этого нету. Да. Хорошо. После Евангелия от Матфея возьмем против сектанских. Да, заранее подготовь, посмотри. Если нету, я тебе скину целиком этот том, второй том. Второй том. Посмотри. Если нет, я тебе его скину просто, и все. Здесь в скайпе. И третье, и четвертое. Такие темы надо обязательно с вами рассматривать. У вас огромный опыт. Я согласен, но там написано много. А там вопросы будут раздавать, и тут уже будем отмечать. Потому что юридики, сектанты, эти конфессии, деноминации, как они себя называют, они нападают на православных, совершенно не понимая Писания. И тысячелетнее царство разбирать придется. Там вопросов очень много. Что говорили святые отцы, каноны, то есть темы исчерпаны. Выше, больше сказать, взять нечего. Все материалы. Это и что Писание говорит, толкование святых отцов, каноны и жития святых. Четыре параметра. Вот сегодня, я не знаю, раньше еще выставил, Никита, как у него велосипед своровали. Видел ролик? Нет, не видел. Он занес какие-то там, купил продукты, и велосипед пристегнул и забыл. А коснулся уже на следующий день-то. А наружное наблюдение, запись шла, и как человек подходит, отвязывает, садится на велосипед, уезжает. Украли велосипед. А я тогда внизу показал, как в моей жизни неоднократно это было, какие примеры, стихотворения о воровстве Расула Гамзатова, а второе, о воровстве, что жития святых говорят. И там, ну, не менее 30 житий святых приводятся, и из них конкретно по воровству. То есть материал очень полный. Он, я его ролик себе закачал, и тут уже тогда поставили 11 часов, ну, по нашим меркам, это вполне достаточно, 1200 человек. А у него несколько дней только 200, ну, потому что канал там не на то наполненный. Ну, мы договорились, что он у меня берет все материалы, какие потребуются, а я у него. Он не маленький, я не знаю, он там сколько, может быть, минут 5-7. Просто зайдите на наш видеоканал, а они прям на первом месте стоят. Хорошо, посмотрим. Ну, да, сразу меняется отношение к воровству, и как надо смотреть, и как святые относились. Он третьему затронул, а теперь в комментариях я три комментария дал. Нет, два. Ну, одно это его, Никитина. Он о себе все открыто сказал. Ну, просто хорошо. Что вот подбеспечиваешься, если бы я не проспал, а как в 4.40, то вставал бы, как у нас было-то. Я бы в окно выглянул, я как раз его в это время, он как раз был там, я бы велосипед-то не отдал. А тут пришел, махнул, ну, беспечность. Я все время настаиваю на этом. У батюшки на улице, у барбашей там все велосипеды, все на улице. Ну, вот и все. Я говорю, рано или поздно, сатана вам и начешет по затылку. Он пришлет своих клевретов, настучит. Вот оно и идет. Батюшка не убрал. Канистры с бензином стояли, утащили. Лежали решетки алюминиевые, вытащили баллоны, чтобы кто поедет, зарядили газом. Все утащили. Кто? Сколько воров уже переловили. Переловили, дежурили, и ночью гнали за ними, там, Кирилл был, и поймали. Ну, утром вызвали полицию, там, разбирались. Ну, нынче Бог миловал, нет, а то сразу у него 300 литров только с горючего слили. Ну, это к делу сказать. А если бы люди-то знали Бога, этого бы никак не делали. Ну, изменяющее время. Видел, нет, этот фильм? Да, несколько раз смотрел. Ну, вот, потому что нравственность, без Бога, а зачем она? И родители, которые учат детей быть интеллигентными, такими приятными, без Бога, они обрекают их на гибель. Этот мир злой, тут необходимо уметь защищать себя и других. А если бы с Богом, значит, вопрос сразу меняется. Я это делаю для Бога. Я потому не делаю так, все делают, хотя к этому готов был. И служил, и учился на это. Так говорит мой Господь. Ради любви к моему Господу. Ради его неложного обещания, что он окажет помощь. Я могу показать, как на моих глазах людей убивали, а ко мне даже не прикоснулись. Меня вот привезли, когда уже непосредственно в Жанатас, в лагерь, и сразу же из, какой у них там, Джамбул, город был, областной, приехал майор КГБ и сказал, там все, залито кровью было, убивают людей-то, чтобы не прикасались пальцем ко мне. Видишь как? И тяжело, что эта организация держит, там ни передачи, ничего не передать лишний раз. И в то же время защита. Богу доверишься, Бог как чудно все делает. Он нам дает эту свободу. А то вот раньше было, раньше бы занятий не было. В Корее он сейчас, мобильный телефон, если у тебя обнаружен, или ты слушал зарубежных, смертной казни. И все. А тут полная свобода. Мы ехали, когда уже доехали до Португалии, Лиссабон, миссионерской поездки, это ты же ездил-то. И мы рассуждали дорогу, это Николай Крущина. Как мы рассматриваем? Нам свободы хватает. Хватает. Мы за границей сколько проехали? Всю Европу, Скандинавию, Прибалтику. Какие книги написаны, дарили? Детский лагерь, деревня. Этого ничего бы не было при коммунистах. Мы за все благодарим Бога. Аллилуйя. Так вот. Если нам менять тему занятий, то нам, наверное, заголовок надо поменять православное изучение. Ну, это нетрудно, поменяем. Это изучение православия по священному писанию и святым отцам. Так получится. Уметь защищать... Противосектантские темы можно как-то так... Это подумаем уже, назовем. Православные, значит, занятия, противосектантские темы может так как-то... Это прямо так в книге Кальнева так и написано. Противосектантский материал. Ему ничего не набивали. А ее переиздали книгу 1914 года. Это один из самых сильных миссионеров был. Так. Ну, есть вопросы еще какие? Можно задавать не только по 26-й главе, но и по всей Библии. Так. Сегодня у нас плохо записалось. Я вот гляжу, юноша тут. Вы сказали выключить видео и аудио. Это не выключено. И здесь у нас перерывало, прерывало, и у нас ролик испорченный. Микрофон выключил, а вот видео почему-то да. У нас видео включено только у Гнат Тихоновича, у меня, у ведущего. Ну, так вот сказал, чтобы сразу выключили. А у нас ролик порченный теперь. А этот... А звук это у Сергея Игнатова там что-то было? Ну, это я знаю. Я видел где-то. Поэтому не забывайте. Да, я говорил, что выключайте. Вопросы надо готовить. встречаться с людьми и вы обязательно встретите вопросы, которые потребуют для вас расширения. Кто-то там. Кто-то хочет вопрос задать, непонятно. У племянника у моего Василия, Лапкин Василий, жену Наталью увезли в больницу. Утром попросил молиться. И потом говорят, что разрешилось бременем. девица, говорит, родилась. Родили девицу, вот как он говорит. Родили вдвоем. Родили девицу. У него третья выходит. Третья. У него четвертая девочка это. Четвертая. Аллилуйя. Слава Богу. Ну, тогда, если нет вопроса... Я задам вопрос. Можно? Есть, да? Да. Общался тут с батюшкой недавно. Но даже общение возникло после того, как он начал говорить, что можно говорить неправду и что это нормально, не противоречит Библии. Ну, я ему говорю, как же так-то? Лгать это грех. Он говорит, ну, вот лгать, да, потому что там есть личная выгода какая-то. Может быть, и финансовая даже. А если ты, вот, там, ну, это опять вечная тема. Если ты кого-то там укрываешь или еще что-то, или ты там не говоришь что-то, что ты, ну, это нормально по заповедям. Я как-то отошел от него, от этого батюшки. Вот хотел узнать, там, подборка какая-то есть на тему? Да, есть. Не правда, ложь, он начал там. Есть два тома о христианской нравственности доктора Мартан Сена, датский епископ. И он об этом пишет один из примеров. Женщина 53 года первого ребенка родила. Ребенок родился мертвый. А она живет, только то у нее очень трудные были роды. И она только одно шепчет. Ребенок живой. Теперь они быстро собрали консилиум. Что ей ответить? Врач, который заботился о ее здоровье очень сильно, он говорит, сказать, ребенок слабенький, но живой. Мы пока боремся. Вы больше думайте о себе. сказать. Ну, а потом, когда ей легче будет, тогда сказать. Попытки наши окончились неудачей. Ребенок не выжил. Другой врач сказал так. Если истина, правда может убить человека, пусть он умрет. А зачем это жизнь, если правда тебя убивает? Ложь не убивает, а правда убивает. Вот. Это то, что нужно нам знать всем. Нужно знать правду. Единственное, правду ничего, кроме правды. Правда истина встретятся, говорит, облобызаются, как псалмопевец Давыд говорит. Всякая неправда есть грех. Люди заботятся иногда о том, что, ну, здесь вот мы слабенькие, конечно, а вот потом умрем, там на страшном суде Бог рассудит. Уже рассуждено все. Путь высвящен. Вешки выставлены, заповеди. Надо идти по ним. Многие бегут на ресталище, но один получает награду. Православные вообще этого не знают. Надежды на то, что о нем помолятся, подадут там где-то за упокойные записки, свечку зажгут, и как-то что-то сделается, там щелкнется, и он пройдет. Этого не будет. За гробом нет покаяния. Повтори каждый эту фразу. За гробом нет покаяния. В чем застанет Господь, в том и судит. Вот читаем мы 2 Коринфянам 5.10. И судим был каждый по делам своим, соответственно тому, что он делал, живя в теле? Доброе или худое? Он, живя в теле. Тело как будто никакого отношения. Он, душа, живя в теле. Живем мы в этом теле. А мы, главное, честь, поклонение, здороваемся, только к телу относим. Как будто души никакой нету. До такого кощунства доходит, как Виктор Гюго говорит, что если самую душу отрицают, она означает психологов. Ну какой психолог? Психия – это душа. То есть человек, знающий, как помочь душе, не верит в душу, что у человека есть бессмертная душа. Это нонсенс. Спаси, Христос! Слава Иисусу! Еще вопросы? Нет вопроса, давайте помолимся, поблагодарим Бога. И песнопение пожелать. Прославим Господа. Настойно есть окова истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения с Ерафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу Тя величает. Игнат Тихонич, помолитесь. Любящий наш Отец Небесный, мы перестали перед твоим неизреченным величеством. Плохо слышно вас? Как не слышно? Не слышно? Сейчас хорошо. Милосердный Создатель, ты сам сказал, что нет иного Бога, кроме тебя, и мы прибегаем к тебе, как к нашему Искупителю. Помилуй нас, Господи, ради милости твоей и великого, неизреченного долготерпения. Приготовь землю к великим и грозным испытаниям, которые так близко подошли ко всему миру. Ищи, мы представим перед тобою. Научи нас жить по правде и всякую неправду и сторни из жизни нашей. Научи нас отречься с себя полностью, с радостью нести крест испытаний, болезней, страданий, и следовать за тобой, исполняя святые вечные заповеди. Хвала тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Сейчас песнопение было? Я не знаю. Песнопение. Предлагаю песнопение. Двери, закрытые поздней порой. Это открытым оком 16-й том, страница 30-я, сборник духовных песен, 811-й номер. Еще раз. Открытым оком 16-й том, 30-я страница, сборник духовных песен, 811-й. 811-й. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ПЕСНЯ 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 в нашей группе. Ну и поступим по совету, Игорь Тихонович, закончим Евангелие от Матфея и возьмем противосевитанские темы. Как, принимается? Да, принимается. Ну все, с Богом.